Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами начали изучать вторую книгу пятикнижья, книгу Шмот. Недельная глава также называется Шмот. И Тора нам рассказывает, вот, еврейская семья Яакова, третьего праотца, спускаются в Египет. Это первый стих, который вот начинает новую книгу Шмот. И здесь сразу задается вопрос. Опять Тора нам рассказывает, что Йосеф был в Египте, и Яаков с его сыновьями, и Рувен, Шимон, Иуда, Леви, и так далее, и так далее, спускаются в Египет 70 человек, и Йосеф находился тогда в Египте. Позвольте, мы же это уже все знаем. Мы еще и с Берещита знаем, что Йосеф попал в Египет, стал помощником фараона, спасает людей от голода. Мы это все знаем. Зачем нам Тора в самом начале книги Шмот снова подчеркивает и говорит, что Йосеф находился в Египет? Отвечают наши мудрецы, что когда Тора говорит, что Йосеф был, находился в Египте, она не хочет нам сказать, где он находился географически. Это мы так и знаем уже. А что Тора хочет нам сказать? Что Йосеф был в Египте, что Йосеф оставался тем же Йосефом, несмотря на то, что он находился в Египте. Тот мальчик Йосеф, который учил Тору с папой в Израиле, с Яаковым, Йосеф от Садига, они учили Тору день и ночь с отцом, и он достиг невероятных высот. Йосеф. Этот такой же Йосеф и остался в Египте, вот в этой яме в тюрьме, где он находился без отца, без братьев. Он продолжал постигать Тору, продолжал заниматься духовным ростом. Йосеф был в Египте, означает, что Йосеф оставался тем же Йосефом в Египте. Оставался тем же Йосефом, когда к нему приставала жена Потифара. Это был тот же самый Йосеф, который приставал перед фараоном и разгадал ему сны с Божьей помощью. Тора везде, обратите, пожалуйста, внимание, где Йосеф упоминается, любой диалог с братьями, с фараоном, с министрами, которым он разгадывает сон, когда Йосеф выбирает имена своим сыновьям. Везде упоминается Бог. Бог меня спас. Бог вам расскажет, о чем были ваши сны. Фараон, у тебя беспокоит твой сон. Бог тебе расскажет. Я ничего не знаю, но Бог может мне открыть. Везде Бог, когда он выбирает имена своим сыновьям, он говорит Эфраим, потому что Бог меня размножил в чужой для меня стране. Везде Бог, всегда Бог. До такой степени, что Медраж рассказывает, что его начальник на работе говорил, что ты вечно бубнишь. Йосеф ходил, работал, и что ты вечно бубнил. И Йосеф ему отвечает, я молюсь, что Бог мне помог исполнять мою работу хорошо. Везде, везде у него Бог на устах. И в разуме везде Бог. Везде связь с Богом. Таким был Йосеф от Садик. И Тора нам хочет это подчеркнуть. В первом стихе. Яков с его сыновьями спускается в Египет. И Йосеф был в Египте. Означает, что Йосеф оставался в Египте Йосефом, несмотря ни на что. Братья продали. Все меня предали. Я оказался в яме. Меня перепродают. Я точно такой же Йосеф, который находится в синагоге с папой и учит Тору. Это величайший урок от Йосефа. Оставаться таким же, каким ты должен быть, несмотря на внешние условия. С другой стороны, Тора нам противоставляет Йосефу, фараона. Далее в нашей недельной главе Шмот написано, что пришел новый фараон в Египет. И он, вместо того, чтобы помогать евреям, которые его спасли от голода, спасли всех людей, спасли всю экономику, спасли всю его империю, вместо того, чтобы им помогать, в ответ, он пришел их поработить. Рассказывают нам ведраши, что когда евреев стало очень-очень много, пришли к нему его чиновники и говорят, слушай, давай их поработим. Они же чужие нам. Это другие люди. Пускай работают на нас. Фараон им сказал, я не могу, они же нас спасли. Тогда они сняли фараона с его поста, и три месяца фараон был никем. И тогда он сказал, ладно, ладно, я поменяю свои взгляды и отношения к евреям. Дайте мне мою корону. И Тора говорит, и пришел новый фараон. И есть мнение в Талмуде, что это тот же самый фараон, который изменил свое отношение, потому что изменились внешние условия. И Тора нам противоставляет. Йосефа, который никогда не меняет свою позицию, свою траекторию своей жизни, свой духовный рост, никогда не изменит, что бы там ни было, братья продают насмерть, я не поменяюсь. И фараона, который имел какое-то направление, помогать евреям в ответ на их добро. И как только что-то изменилось, сразу меняет направление на противоположное. Давайте убивать, порабощать евреев. Дорогие друзья, давайте учиться у Йосефа и оставаться с нашими принципами, с нашими вот траекторией духовного развития, независимо от внешних условий, где бы мы ни были. Спасибо большое за внимание. Шаббат Шалом.